СОЛДАТЫ ИННОВАЦИИ Полк внес уже немало удобных новшеств в жизнь казахстанцев. Но это далеко не предел, убежден разработчик из Нурсултана Олжас Каушев. Угроза от COVID-19 только показала, насколько в стране необходимы технологии. Образование, коммуникации, здравоохранение, социальное обеспечение – это далеко не весь список сфер, которые нуждаются в инновациях. Воплощая свою идею в реальность, Олжас Каушев преследовал только одну цель – сделать жизнь своих соотечественников комфортнее. Он автор системы электронных очередей, которая работает через QR-код. Если в центрах обслуживания населения схожий механизм уже внедрен, то в поликлиниках население продолжает простаивать очереди, чтобы попасть на прием к врачу. Как он работает? Человек приходит в ЦОН, в поликлинику, берет талон, а на талоне размещается QR-код. Человек со смартфоном его сканирует, после чего автоматически попадает на страничку данную электронную очередь. Тот экран, который он перед собой видит в телевизионной, он автоматически переходит на смартфон. Тем самым все сигналы поступают к нему на телефон через пуш-оведомления. Ничего, самое удобное в данном проекте – то, что ничего не нужно устанавливать на телефон. Он работает через любой браузер. Пусть это будет Android, iOS и так далее. Когда придет ваша очередь, на телефоне прозвучит сигнал. Система контролирует поток людей так, чтобы не образовалось толпотворение. Это главное в период коронавируса. Каждый заранее будет знать, когда его обслужат. Через 10 минут или 30. Я думаю, данный проект, может быть, даже на 100% решил данную проблему. Почему? Потому что не будет скоплений людей в очередях. Даже, тоже сейчас мы говорим о дистанции и так далее. Там даже, по сути, этого вопроса и не было. Почему? Они бы ожидали, либо где-то на лавочке, не глядя на экран, либо сидя дома, либо в автомобиле, смотрели бы, следили бы за смартфоном. Там есть еще такая система, алгоритмы отработали, что при приближении очереди вы сами регулируете, перед вами либо 10 человек, поступает сигнал, либо 5 человек. Знаете, как будильник настраивается. Точно так. Все максимально упрощено. Интуитивно понятно для обычного человека. Сэкономить время людей таким образом разработчик придумал еще около трех лет назад. Тогда же, не задумываясь, Олжас Каушев нашел партнеров, которые смогли помочь воплотить его идеи в реальность. Почему-то готовый продукт не заинтересовал казахстанские учреждения. Но зато его решили внедрить в одной из компаний Москвы. Асхат Сергазин тоже не сидел сложа руки на карантине. Он с помощью своей разработки решил помочь малому бизнесу перейти в онлайн-режим работы. Асхат придумал конструктор, создающий чат-боты в социальных сетях. Цифровой помощник автоматизирует весь процесс общения с клиентом. Когда поток сообщений увеличивается, он может отвечать на вопросы нескольких людей одновременно. Многие предприниматели сталкиваются со сложностью, когда у них очень много клиентов задают однотипные вопросы про продукты, про товары, про то, как сделать заказ или какие там есть полезные свойства в их товарах. И поэтому мы сделали такой конструктор чат-ботов, который позволяет автоматизировать такое общение. Предпринимателю только нужно прописать сценарий. Список своих услуг, варианты, предложения, а также включить в него самые распространенные вопросы от заказчиков. Сейчас на карантине развилось очень большое количество интернет-сервисов, которые через наш бот создали простой сценарий, где просто можно выбрать какие-то продукты, овощи, фрукты, писать адрес, телефон и оставить заявку на доставку, а потом уже оплачивать по тому, как придет курьер. То есть такого рода простые инструменты, они помогают развиваться бизнесу даже сейчас, когда удаленная работа и карантин. За последние несколько месяцев сервисом уже начали пользоваться несколько тысяч человек. Пока действует карантин и ситуация с коронавирусом не стабилизировалась, разработчики собирают чат-ботов для общения с клиентами бесплатно. Возможно, даже некоторым из них цифровые помощники помогли остаться на плаву. Цифровое все активнее входит в нашу жизнь. Оно же ускоряет ее темп и позволяет нам развиваться быстрее. Узнать же обо всех подробностях вы сможете в программе «Цифровой Казахстан». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова